Я вас приветствую, мои дорогие друзья. Посмотрите опять же на нашу омешку, как она выглядит с обновочками в виде фар. Ну, согласитесь, теперь это все совсем по-другому. Да, представляете, друзья мои, сегодня у нас рубрика встречи от 6 ноября. И я не знаю, что это, но целый день лил дождь, и когда я собирался на встречу, выглянуло солнце в ноябре в Петербурге. Это какое-то чудо, просто нас все сегодня призывает поехать. Я, конечно, не знаю, может нас еще вот эта вот дождевая туча накроет. Походу, да, сейчас дождь еще польет. Но, тем не менее, блин, это какой-то знак, слушайте, это что-то свыше, как будто бы сказала, езжай сегодня, чувак. Я не знаю, честно, кто приедет, потому что чат создал не я, а создал его Алексей, которого мы все помним, да, Мега за 85 тысяч, который недавно приезжал. Он захотел потусить, встретиться, но почему бы нет, тем более он спросил, по каким координатам лучше я указал нашу любимую площадку. Поэтому поедем туда сейчас и кайфанем, я надеюсь, от всего мероприятия. Ладно, садимся в тачку. Блин, и сразу дождь пошел опять. Ну, короче, друзья, не знаю, надеюсь, встреча все-таки пройдет нормально. В том плане, что я, конечно, понимаю, сегодня будет крыть дождями, походу, вот так весь день. Ой. Реально, вы сейчас скажете, вообще обезумели просто встречаться в такую погоду. Как поживает Омега, кстати, да, к вопросу. Да, Омега поживает отлично. На самом деле, все эти дни вот она бегает, я катаюсь. Я всегда замечаю, когда открывается капот с GZ, там всегда собираются взгляды. Как тогда, как сейчас. Да, да, да. Первая Омега это у нас Алексея, которая у нас недавно снималась, так скажем, обновляли мы информацию о ней. Затем у нас тоже знакомая, на самом деле, кто-то, может быть, не узнал, но это знакомая нам всем тоже Омега. В 19-м году на сходке та самая Омега на GZ. Она немножко видоизменилась. И, как видите, смотрится сегодня, конечно, вообще Ахтунг. Диски, надо будет спросить, какие, что поставил. Ну и, конечно, замыкает этот круг моя скромная Омешка. Ну что, расскажи что-нибудь по GZ-овской Омеге? Вот я смотрю, она у тебя просто обновилась, и прямо сейчас вообще ее не узнать. То есть, кузов перекрашен, да, все сделанное, смотрю? Ну да, то есть, с той поры, как я ее купил, соответственно, покрасили покраска с проемами. Причем, два раза покрасили, один раз не попали в цвет. В итоге сейчас в цвет не попали, частично. Частично попали, да? Да, то есть, частично такое немножко странное. Вот, потом что еще? Турбину поставил на ковке 280 power. А давай откроем, покажем, что там стоит. GZ, смотрите, какой у нас. О, потом передний тормозат Мерседеса 220-го Эски. Подвеска вкруг новая. Задние пневмобаллоны поставлены. Вот у нас Женя приехал. Да, тоже знакомый нам Женя приехал. На супервыхлопе. Вау, смотрите. А, так у него это было, по-моему. Или я уже не помню, да, вот эти насадки у него были. Было, было у него, да. Ну, в принципе, пока все, потому что в связи с покупкой ВАГа проект отложился. ВАГ немножко денег, да, забрал? Не-не-не, да, я деньги копил на проект, потом подумал, что почему бы сначала не купить ВАГ, а потом уже сделать проект. Скажи сразу, ВАГ валит? Валит так, к сожалению, валит. Валит, а какой кое-то, что за ВАГ-то? Ну, С8. А, ну, извини меня. Ну, не та, которая D4, которая D3, которая на V10, поэтому она не сильно так валит, чтобы совсем прям валила. Ага. Ну, я смотрю, блин, JZ. А вот что касается настроек, настраивала как-то, может быть, там мощность? Нет, смотри, тут какая история, чтобы ее нормально настроить по мощности, нужно покупать нештатные мозги. Вемсы, например, да. И получается, что Вемсы стоят, ну, под сотку, настройка тоже тридцатка. В итоге, как бы, когда были деньги, я подумал, что сначала нужно купить, так сказать, комфортное авто с кондиционером, со всеми делами, а потом уже здесь заниматься этой. Потому что, ну, здесь нужно просто вваливать, вваливать и вваливать, чтобы был нормальный корч. Я навалил-то нормально на нем два года, вообще ничего не делал с ним, просто ничего. Маска как стояла, так стоит, то есть масло не жрет, все в порядке. Ну, турбина кидала масло, да, было дело, турбину поменяли уже, все, турбина поменял. Но слава, который, собственно, ее слапал, то есть он покупал достаточно дешево, его сейчас я посмотрел, ценники почти в два раза скакнули, просто потому, что их просто не осталось. Либо все прозвожили, либо что-то еще. План, с которым я очень долго бегал и все мозги конопатил, что давайте поставим UZ, я хочу UZ поставить там и так далее. Но у него проблемы, причем есть Омега на драйве, у которой есть UZ, и не одна, по-моему, даже две. Ну вот, UZ ставить проблематично, потому что, во-первых, нужно уносить масляный фильтр, нештатно, потом упирается, у тебя развал идет 90 градусов, у тебя упирается, соответственно, в стаканы все это упирается, свечки поменяют дальние проблемы. Ну, короче, то есть такое, и он стоил тогда дорого. А у меня просто получилось, что слава собрал, я так прямо прокатился, понял, что его не устраивает динамика, ну, и не устраивает те затраты, которые он хотел дальше вносить, соответственно, в этот мотор. Ну, я бегал рядом с такой, у меня деньги были, он такой, ну, я продаю, я беру, ну, я взял. Ну, в итоге вот, я говорю, покрасил, да, собрал салон, тормоза, подвеска. А диски, что это, какой диаметр? Диски 19-е, это Worker, оригинал, тормоза 220-го Мерседеса, четырехпоршневые. Ну, то есть нештатная все, да, стоит 30-е тормозная, да, то есть, потому что ей не хватает штатных тормозов никак вообще. Это от кого-то масло течет. Это да, это же круто, он долго стоял, там уже все потекло нахрен. Там и салон. А, то есть, какое-то время не ездил, да? Да, ну, я говорю, купил там, наслаждение было полнейшее. Вот, сзади были проблемы, то, что когда стартуешь на штатной резине, точнее, на штатной подвеске, короче говоря, видишь, смотри, протерто все. То есть, она присаживается, и пока ты набираешь скорость, она сидит на жопе и трет, соответственно, в арку очень сильно вот этим местом. В итоге пружина-то универсалы усиленная, плюс пневмобаллоны. Сейчас все жестко стоит. То есть, она перестала тереть, стоит она достаточно высоко, и как бы все в порядке. Слушай, а сколько ты времени назад ее красил? Слушай, да уже года два. А, года два, если мы держатся все. Ну, там были, видишь, проблемы с дверьми, с дверьми задними, ну, потому что получилась история, что мне маляр сказал, типа, меняй двери сначала, я красить их не буду. Я говорю, нет, давай покрасим. В итоге, соответственно, как бы здесь поплыло немножко чуть-чуть, и с той стороны уже вскучилось просто. Ну, потому что он гарантии не давал, он сказал, я, говорит, красить не буду, я говорю, давай красить как есть, все. Не было гарантии, что он дает, ну, и здесь тоже немножко поехал. Ну, он об этом сказал уже сам, да. Давай, типа, ставим вставочку, я тебе сделаю, давай, вот как бы ты зачистишь, нормально покрасишь. Ну, в итоге, вот, это уже, это мои просто уже были, ну, скажем, некоторые эти... Мы оторопливы, скажем так, да. Ну, ты понимал, что, да, как бы. Да, да, я понимал. Слушай, давай салон покажем, что там в салоне. В салоне очень все стремно. Ага, ну, ладно. Там ничего не собрано, ничего нету. Ну, я просто хочу, как бы, зафиксировать этап, мы же ее когда-то снимали в девятнадцатом году, что изменилось. А, кожаные сиденья, по-моему, да, появились, нет? Или были у них? Нет, они были. А, были, да. Были, были, да. Ну, вот, тойотовский селектор фирменный. Угу. Так и остался, вот, суровый, да. А, по-моему, и череп тоже тогда был. Нет, череп там был. А, да. Будильники, вон, бабушки, на будильнике. Надо же смотреть. Ну, вот, соответственно, Женя мне музыку сделал. То есть, в принципе, саб-мачете сзади стоит. Здесь герцы, герцы отдельные. И, в принципе, все. То есть, ну, и альпайн, и усилители. Ну, про музыку Женя лучше расскажет, потому что, в принципе, я так. Я тоже бегал рядом с деньгами и говорю, Женя, давай, Женя, давай, Женя, давай. Женя, давай. А Женя главный по музыке. Да, Женя главный по музыке, поэтому я тут с музыкой вообще, ну, как бы... Надо этого чувака пригласить, который очень плохая музыка. Он оценит. Я говорю, я пока тормозну, потому что появился, во-первых, как бы вак, который комфортный с кондиционером, с всеми делами. Поэтому мне пока, соответственно, денег нету, она стоит просто. А ты вообще вот эту машину рассматриваешь как на каждый день или так вот? Нет, это будет уже чисто проект, да? Это проект и выходные. По лонжеронам, по село конструкции все нормально, не гниет, все хорошо с ней. Вот. Все проблемы, которые были у САЛа при сборке, мы устранили при покраске. То есть, в принципе, там и бампера повесили достаточно нормально и... Ну, все покрашено, короче, все хорошо было. А ты сам многое делаешь или на СТО-шках стараешься? Нет, я с ней стараюсь делать сам. Вот. Вак уже, конечно, на СТО катается в основном. Ну, это понятно, там такая электроника. Да, 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 да. Там даже не электроника, там просто все очень такое, знаешь, как сказать, сделано хорошо, но ты боишься, что ты сделаешь что-то криво. После тебя как бы криво будет. И вот, ну, лучше отдать, чтобы поменяли, потому что, ну, сзади тормоза, чтобы поменять колодки, нужно их адаптировать через компьютер. Ну, как бы, вот, вот ты такой приезжаешь в гараж, такой херах, поставил колодки, они не работают, потому что ты не адаптировал. То есть, они не знают, как на какой прижимать их, на какой усилии. Ну, вот. То есть, там таких мелочей куча, и поэтому лучше, конечно, давать в СТО-шку. А здесь, да, здесь самому копаться, что. С вагой пересел, когда вот выкатился. Ну, то есть, ты едешь, у тебя спецэффекты. То есть, ты, вот, ты тапку прожал, у тебя на 80 отстрел, пламя в глушаке, 140 еще один отстрел, пламя в глушаке. Да. А на ваге ты просто делаешь что? Ты тапку нажимаешь, она делает бу-бу-бу-бу-бу, и тебя просто уносит. Прикольно. Паровозная тяга снизу. Замечательно. Она быстрее этой омеги. Все замечательно, все классно. Если ты здесь, грубо говоря, ты постоянно борющийся с машиной, ты прямо вместе с ней там преодолеваешь дорожные препятствия, вся фигня. На ваге ты просто перемещаешься, как хочешь. Ты вот захотел, ты поехал. Это здорово, это подкупает, это удобно. И, в принципе, изначально ты себя долго очень всем в уши жужжал, что омега это круто там и так далее, замечательно. Да, я переобулся, честно, да, согласен. Переобулся, сейчас напишут переобулся. Да, переобулся, потому что действительно я как бы сел и понял, что я понял, чего люди, ну, так сказать, почему люди... Опа-на! Вот, это, конечно, интересно, но на последнев это, конечно, тяжело. Сейчас нас Саня закатнет на Jay-Z. Даже интересно, как она сейчас повалит. Стоп! Вау! Едет! Слушай, получше, чем в прошлый раз. Да, потому что в 9-е подключили, правильно работает, то есть, ну... Потому что я просто помню, я нажал, короче, до 3-х какой-то подвесон, а потом она выстрелилась. Не, но сейчас тоже подвесон, естественно, есть. Ну, ступени очень длинные у коробки, конечно. Ну, да, да, 4-ступки. Все-таки 5-ступки, конечно, от этого поставить, а у Jay-Z есть. Вон, друзья, смотрите, какая еще раз у нас коробочка. Суровая, беспощадная. Это селектор такой от Jay-Z вырос. Мутировал немножко, да? Да, да. Эй, пешеходы! А ты боком хотел? Ну, конечно, тоже пешеходы. Да, не будем пугать людей. А почему у тебя такая болтанка при торможении? Тормоза... Нет, это самое, еще не... Я же наставил по угоду. А, тормозов-то тут долго не преработали. Не зали еще. Не, ну, друзья, серьезная машина. Блин, ну вот ты правильно сказал, что действительно сейчас современные валят лучше тачки, да? Не, ну лучше, конечно, слушай, ну опять-таки. Но нет вот этого шарма, блин, не хватает. Когда немножко подвалить денежек, так она и лучше будет валить. Не-не, ну мы даже если говорим, если даже новая, типа лучше валит, но ты правильно сказал, что это все равно как-то так, ну нажал несколько раз, ну прикольно, да. А вот в этой что-то есть, когда она валит, когда ты понимаешь, сколько ей лет, и она продолжает это делать. Вот это, блин, такой шарм на самом деле. Тем более ты понимаешь, что у Амеги новая жизнь. Ну и она будет продолжаться. Да. Такие очень эффектные переключения с такими прострелами. Пух-пух. В этом, не, слушай, в этом что-то есть. Но я хочу сразу вам, друзья, сказать, я вам говорил уже, эту тему мы поднимали. Амега очень скрадывает вот это ощущение пинка. Оно очень сглаживается, заметил, да? То есть, знаешь, она плавно так. Да. Да, а вот на каком-нибудь, опять-таки, сзади пневма не дает ей сильно сесть, поэтому... Ну, срока пинка нет, у тебя, во-первых, кресло мягкие достаточно, все равно в спорткарах-то все твердое, блин, я тут, бог по спинете. А тут нет, тут довольно такой-то приятный, да, тут светофор такой долгий. Да, вот мы решили закатнуться. Дальше будет полицейский, лежащий, если я правильно помню. Ну, самый идеал это ехать на кат и в сторону Кронштадта, там можно раздубаситься. Да, можно. Ну, осторожно. Особенно в туннеле, а со стрелами вообще шикарно. Да, 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 звук, звучок. Перепиши, ходы почти. Не дают нам сегодня боком, друзья, навалить? Не, не даются, не даются, не даются. Поймал, а сразу встал на место. И даже некая система стабилизации не нужна, она сама себя выровняет. Вот в этом, кстати, большой плюс длинные колесные базы. Конечно, кто-то скажет, что это минус, не поддрейвовать особо, но зато в безопасности огромный плюс. Вот, друзья. Вот, там, поджим, подавлению, фрикционы карбоновые, там, и так далее, она будет пинаться. Но она будет быстрее значительно. Потому что сейчас тоже мягенько, плавненько переключили. То есть мы едем, мы не чувствуем, как бы она переключает. Такой гражданский режим у нас. Да, ну, это все стоп, потому что, ну, в принципе, если сделать не стоп, то там будет и быстрее, и будут вот эти вот толчки. Ну, тут уже вопрос, да, что тебе надо, если на каждый день, то лучше так расставить, если как бы... В моей ситуации я уже буду потом делать все-таки негражданский вариант. Потому что она, как я уже говорил, она перешла сейчас из разряда еврейки, она перешла в разряд уже, так сказать, с полноценного будущего проекта. Блин, ну ты нас как, что будешь делать по проекту, приглашай как-нибудь. Головы интересны будут, да. Я понимаю, сейчас с внешними ценами непредсказуемость какая-то автунг вообще полный, переставляет на колее как-то и видел. Да. Блин, опять-таки все новое, все везде новое стоит, все постели не новое. Так ничего не громыхает, а слышит четко, не едет, да. Единственное, мне кажется, немножко кудит мотор. Это прямоток. Да, 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 да. Конечно, естественно, потому что... Ну, я на четырех угол, угол, прям вообще конкретно. Да, да. Слушай, я на ней на самом деле ездил в Казань и обратно. Я тебе не скажу, чтобы я там сильно устал, мне там что-то заражало по звуку как бы. Она едет, ты потом привыкаешь, так как будто в самолете летишь, реально. Угу. Стоковые GZ, стоковые, как вот, вот почему Амеги не сделали нормального турбированного мотора. Пускай они ставили туда лет, нормально все было, замечательно работало. А он, слушай, лет, по-моему, 280 сил выжимает. Да, так там уже и 300 было снять легко. И он надежный, кстати. Конечно, конечно. Почему они в ОПС ставили вот в эти АПР? Почему они решили этого не делать, я не знаю. Ну, я ее не брошу, продавать ее не буду. Какая вот философия, да? Который уже, он ее, соответственно, мне продал. Он купил один ВАГ, потом второй ВАГ купил. Уже закричевал ВАГ, что у него там из четырех секунд выезд на ВАГе. Все замечательно. И такой мне недавно такой типа пишет, слушай, дайте помегу погонять на выходные. Потому что как бы это интересно, понимаешь? Ну, вот это старый автомобиль, который едет быстро, как бы, и который вот на дороге привлекает внимание так или иначе. Именно тем, что как бы он в хорошем состоянии, он валит. То есть, ну, это интересно людям, даже в потоке. Потому что у меня и на заправке люди интересуются, что это за машина, что она так валит. И в потоке бывает останавливают, спрашивают на светофоре там. Ну, то есть были моменты, достаточно часто. А на Ауди что? Ну, ты едешь, да, прикольно. Ну, да. Как бы она просто, ну, все знают, она валит, что. Ну, она валит, но за этим ничего такого нет, как бы. Ну, ты же купил вак, ты же должен валить, понимаешь? Сейчас напишут. Смотрите, друзья, вот у нас фары с двойными линзами. Прикольно. Линзы я не ставил. Поставил в санаровскую штатную оптику. Поставил. Ну-ка, от нее она у тебя светит, наверное, там. Вон, иди туда, смотри. Сейчас включу. О, санаровские эти лампочки. Санаровская оптика. Ага. И это LED, да? Лампочки LED, да. Вот они в линзе стоят у меня. Ага. Вот я тоже заинтересовался темой LED. Вот. Светит очень классно ночью. Ага. Ну, я даже сейчас, блин, от них немножко слепну даже, блин. Ну, нормально тогда. И, смотрю, синеватый такой ты оттенок взял. Не, синеватый, это я диоды докинул. Вон, которые в подсветке стоят пониже. Они синенькие стоят, дают цвет. А так там ничего, все как обычно. Ну, вот, ребят, вспоминаем, да, ностальгируем по той самой Омеге. Вот она поживает хорошо. Вон она, в принципе, во все оружие. Знакомые нам уже динамики тут, которыми тут пугали пол района. Красные стрелочки. А, у тебя и были красные, да, по-моему? Да, было. Ага. Не, ну, так, конечно, вот. Уже все нам знакомо, доселе. Опять же, у нас выпуск есть на канале про Омегу, которая офигенно звучит. Он так, в принципе, и называется. Вот, так что это. А так, как бы, живет и здравствует. А вообще, часто сейчас на ней катаешься? Да нет. Ну, я на дачу езжу, бывает, там, раз в выходные, два в выходные. А так, в основном, стоит, да? Сейчас, сейчас зимой уже времени будет свободного побольше. Заеду, посмотрю, как там снизу все поживает, как подвеска поживает. Заказал коробку себе новую, настоящую R30, которая на трех литрах была, на 3,2 и на дизеле. А до этого у тебя какая-то стояла? Это 2,5. А, 2,5. Да, она... Там, по-моему, передача на число, да, отличается? Да, которая 5-ая передача, она, в общем... Короткая? Да, короткая. Потому что ты говорил, да, ты не можешь по трассе ехать, потому что у тебя, ну, обороты высокие там. Ну, да, у меня где-то при 120 расход в районе, там, 13,5 литров. А так, когда поменяю, будет поменьше и получше. Она полностью рабочая, ну, просто так получилось, что я нашел ее и... Почему мне поменять? Будет свободное время, обязательно поменяю. А из чего-то там по переделке вроде пока ничего не собираюсь делать. Ага. Ну, если что-нибудь буду делать, расскажу обязательно. Вот посмотрите, друзья, опять же, как Омега вот переливается солнцем. Ну, вот твоя вот эта обработка ее, кузова, конечно, просто выше похвал. Вот реально, вот я иду, она реально заигрывает сразу так. Все переливается. Да, еще, в счет на то, что погода у нас такая себе сегодня вся грязная, ее бы... Знаешь, а погода для самых преданных Омега-водов, которые даже в такую приедут сегодня, ну, честно, очень холодно, блин. Я что-то уже за полчаса что-то подофигел. Вот, смотрю, ну, тормоза все осталось, то есть, в принципе, да. А Мешка, ну, живет, радует, спрошу так. Так, а что не радует-то? Конечно, радует. Ну, вот. Там я видел же этот Альмеру, там, по-моему, да, у тебя прокачиваешь? Да, Альмера, Альмера сейчас на музыке, эскью туда собрал. Ага. Ну, так, для повседнева. Да, виброизоляцию туда закинул опять полтонны, чтобы тихонечко было все. Вот. Комыхал. Да. А так, ну, ездит, ничего пока не собираюсь делать, надо масло только зимой поменять, к зиме. Из глобальных переделок. Так все уже сделано, что, надо ездить, дорадоваться. Сейчас просто маловато времени даже, ну, просто покататься. Есть такое дело, но у меня тоже, кстати говоря, все время, Омегой почти заниматься нет, и она у меня стояла сколько, 10 дней, просто почти не трогал. Ну, вот, как бы это, ну, вон, пары можно оценить. Я уже оценил, уже сказал, что классно. Наконец-то помолодело, говорю. Да, теперь кузов бы, блин, подделать. Тоже хочу потом этот, ну, ты потом скажешь, там что, как керамикой обработать, чтобы он так же блестел. Да. Тоже хочу, блин. Потому что, я представляю, она у тебя в ночи, наверное, вот сейчас, кстати, потемнеет скоро, я думаю. Она же в ночи, мне кажется, эффектна вообще. Да, бликует очень хорошо кузов. Вот, смотрите, да, друзья, вот опять же. Ну, вот обработка, говорю, это даже вот с завода, по-моему-то, она такая не была. Безумно, безумно дорого, но я очень хочу найти, заказать не проблема, стойки хочу, Беллштейн Б6 заказать, или Б8, но с Б8 проблема, потому что они идут под короткую подвеску, под спортподвеску, а куда мне спортподвеска, если я на трех литрах езжу, у меня, обычные пружины ставишь, у меня уже спорт. Вот, поэтому, ну, хотелось бы, конечно, найти Б6. Я ценник смотрел новые в районе 22 рублей за стойку. Ну, может быть, я это, двинусь немножко и все-таки куплю их. Во всех смыслах двинусь. Хотелось бы перед пожестче сделать. И, может, что-то с подвеской сделаю, стальные блоки от BMW и прочее. С моим весом на тачке это вообще никак не скажется. Если оно будет чуть-чуть поплотнее на дороге стоять, будет лучше. Потому что сейчас от того, что стал кататься почаще, чувствую, что есть небольшая такая валкость. Ну, именно не люфта, а именно от того, что от веса резинок стоковых не хватает. Ну, это единственное, что я бы сделал. Но это будет делаться, если будет желание, будет возможность, сделаю. Привет. Меня зовут Коля. Я владелец вот той Омеги 2.6. Посмотрим. Вот у нас сегодня какая просто колонна собралась. Я не ожидал, что сегодня столько машин приедет. Я думал, машины три максимум. Уже столько это. Ну, вот наша Омега. Так, ну, давай так с общей характеристикой. Какой год там мотор и так далее? Ну, это 2.6 на коленях. 2001 год. Еще рассказывать, я ее взял недавно. А, недавно. За 70 тысяч. А, вот за 70 тысяч, это прям, блин, интересно. Технологии плавающих, гуляющих и отстреливающихся лонжеронов. Но зато с мотором на коленях и пропадающий четвертый. А, это автомат, да? Да, это автомат. А, это автомат. Вроде ничего. Приятненькая кожа внутри, даже живая. Я иду к успеху, потому что это шестая по счету Омега. А, шестая уже. И я ее с радостью бы обменял на Омегу на восьмиклобе, потому что это чертовое дерьмо, которое ни хрена не едет и постоянно ломается, только и засят деньги. А давай капот откроем, посмотрим, что там. За такие деньги, в принципе, ну, так вот мотор не совсем уж печальный. Он просто, ну, если помыть под капотом. Он даже масло не жрет. Вау. Ничего себе, такое бывает? Да, оно просто стекает. По кузову я вижу, что пытались все спасти явно, то есть какие-то работы производились даже. Но... Они баллончиком подкрасили что-то, ну, не помогло. Ну, какой-то здесь грунт видно, да, но я не знаю, не уверен. Забавно, что, ну, такой смотришь, думаешь, ну, вот здесь будет, наверное, шпакля, а оно просто подкрашено. Отгрызли кусок, видно. Так, и заднее, ну, тоже вот видно попытки спасения, то есть явно вот этот вот грунт наносили, ну, хотя-то что-то как-то без зачистки, походу, это все происходило, да. Точка, конечно, интереснее гораздо, когда ты садишься внутрь, потому что за 70 тысяч, чтобы было так, ой, там противогазы и все такое, ну, вот. А, вот такая вот у нас, ага, машина, так, на костном салоне, прям круто. Блин, этот стук я уже хочу исправить, у меня втулки просто были где-то. Покрути руль. Ага. Ой. Ой-ой-ой. Слушай, а ходу-дом ходит вообще. Да? Да. Ну вот, подержи капот. Мы крутили руль, мы крутили руль на педальном узле не было. Не-не, смотри, вот просто смотри сюда, вот, может, фонарик могу дать. Отстань, отстань, нет, нет, я отрицаю. Не может быть такого. Ну, отжирон, конечно, надо бы усилить уже, потому что уходит он прям так нормально. То есть он даже на новых омегах немножко, но не так, то есть он прям вот видно выворачивается. Убегает, тварь. Я наигрался, мне хватило. Хочу восьмиклоп. С легким мотором, который может жить в отсечке 18 тысяч километров и менять в нем масло. А он еще живой, естественно, после обрыва? Да, да, да. Еще когда помпа течет, ты можешь ее отверткой, герметиком починить. Все, это вот прекрасно. 2,6 не понравилось. Что, 2,6, а ты говоришь, он не едет, да, вообще? Ну, что-то да, я думаю, что мы тут, если тут есть 2,5, то мы встанем и от меня уедут. Да она так-то симпатичная, я бы ее не взял, если бы она была прям страшная за эти деньги. Я всегда предупреждал, что когда такая машина покупается, в запасе должно быть 40% от ее бюджета. Да, я читал эту книгу в Библии автомобилистов, в которой это прописано хорошо. А многие же как, сейчас покупают на последние, прям еще даже в кредит добивают. Кредит добить, это хорошее дело. Да, потом в кредит покупают такую тачку, а потом она у них ломается, и потом посты гневные. Что вы мне посоветовали, оно стоит. А как же звонить хозяину и говорить, что он мудак? А там абонент не абонент сразу же, если что. Не знаю, но вот я так люблю, ну, как бы, люблю историю, когда ты продаешь машину, и тебе звонят через год. Ты такие, слушай, я, ну, хорошая машина, я год покатался, хочу что-нибудь поновее, хочешь выкупить? Вот такие истории мне нравятся. А история, когда ты продаешь машину, она там умирает, все такое, и тебя потом ненавидят. Такое. Ну, да. Ну, это я буду продавать, чтобы человек реально понимал, во что он вписывается. Но, видишь, в чем проблема? Шпакля, вот эта вот вся шпакля, она влагу в себе все собирает, и металл вот изнутри прогрызает. В общем, проблема, в идеале такой шпакля надо сбивать сразу же. Лучше пойти, найти восьмиклоп. В скобочках он уже найден. Это Омега-А. А, Омега-А. Это Омега-А универсал за приемлемую сумму с нормальным состоянием кузова, но 15 лет простоявшая. Поэтому ее нужно привести в порядок, и будет все прекрасно. Омега-А. Омега-А. Ну, что, вот мы и решили проехаться по городу просто. И сейчас вы будете наблюдать сзади колонну. Так, вот наши Омега-А. Омега-А. Все. Целая колонна за нами. Так, сделаем потише. Решили поехать потусить по городу. Посмотреть, как эта скотка дальше будет продолжаться. Блин, на самом деле офигенно, прикольно. Единственное, я заранее не продумывал никакой маршрут. Сейчас будет полная импровизация. Вот, сзади, видите, там едут Омега-А. Целая тусовка. Итак, мы держим путь на Каменный остров. Там сейчас очень красиво, я думаю, при вечернем освещении. Да, видите, сложность в темное время суток искать локации. Что, блин, не знаешь, где темно, где светло, где занято, где не занято. И вот приходится буквально в смысле импровизировать. Ну, вот ребята держатся сзади нас. Вот, вроде все успевают за нами. Я посмотрел сейчас в зеркало, увидел. Да, ребята, тусовки Омега-водов становятся все меньше и меньше. Как-то грустно все. Потому что, говорят, раньше, да, года там 4-5 лет назад собирались там такие тусовки. Сейчас, конечно, уже меньше становится все равно. Ну, и это, к слову, к тому, что вот я сейчас еду по дорогам, я все равно вижу гораздо меньше Омег. Вот сейчас встретить какую-то Омегу нормальную в состоянии уже очень сложно. Как бы там даже пусть легкие жуки сейчас... Если я встречаю его Омегу, она, как правило, очень печальная. Ну, смотрим сейчас там что, как говорится, что почем. Вот у нас начинается Петроградский район. Вот он, наш каменный остров, друзья. Смотрите, какая красота. Просто эпик. Вообще просто круто. Так, тут у нас ограничение под 40, поэтому сильно не гоняем. Сейчас посмотрим, где можно остановиться. Вау! Мы дружно прибыли к довольно-таки современному символу Петербурга. Ну, на самом деле, он у меня вызывает очень двоякие чувства, этот стадион, Газпром-арена. Но все-таки я не мог не засветить сегодня свою Омегу на этом фоне. Что-то конкретный дождь такой пошел. Просто все залило. Смотрите, да? Вон какой дождь. Офигачит. Ну, а мы не сдаемся. Как говорится, мы сегодня даже в такую погоду не остановились перед вот этой сходкой. А, ты поехал уже? Давай! Давай! Да нет, все нормально. Давай, счастливо! Вот, там Женя сидит с Алексеем, рассказывает там про фишки своего автомобиля, потому что Алексея действительно очень заинтересовал автомобиль Евгения. Именно по части музыки, по стилю он ему зашел. И как бы вот человек передает свою энергетику для того, чтобы Алексей содержал свой автомобиль. Да, Коля нас уже покидает. Вот, смотрим. Сейчас будет красиво отъезжать. Да мы, наверное, тоже сейчас поедем, потому что очень сыро, мокро. Собственно говоря, наша сходка сейчас состоит из тех, кого мы видели на канале. Да, про Женя у нас выпуск есть. Да, видите, Омега поживает. Но, как он говорил, в данный момент никаких изменений не было. Просто она катается, радуется и так далее. Ну, вот эту Омегу я так сильно тоже подозреваю, что вы знаете. Ну, хотя не знаю, не знаю, может и не знаете. Но, тем не менее, вот она. Немножко по кузову надо будет подредактировать, и все будет хорошо. Ну, и, конечно, с новыми фарами она тоже смотрится уже не так проигрышно. Уже она смотрится очень так помолодевше, пободрее. И вот машина Алексея. Омега за 85 тоже в выпуске есть у меня на канале про нее. Вот так вот мы спустя годы встречаемся, ребята. Я просто наслаждаюсь локацией. Коль сюда приехали, столько ехали. Почему бы вам все это не показать во всех красках? Сходка у нас подходит к концу. Остались самые преданные, верные омеговоды, которые просто, я не знаю, каким чудом сегодня вообще дожили до этого вечера. Жутко холодно, дожди, ноябрь. Да, что пожелаешь омеговодам, может, что-то передать им хочешь? Ничего не пожелаю омеговодам. У каждого своя голова на плечах, но хотелось бы все-таки, чтобы люди смотрели за этими машинами. Они достойны того, чтобы они еще пожили. Потому что, вот, например, я постоянно езжу к себе в гараж, и у меня там стоит рядом с сервисом «Опель». У меня гараж рядом с сервисом «Опель», в котором я ни разу не был. Один раз зашел, спросил, сколько кондиционер заправить, развернулся и ушел. Там стоит «Сенатор». Я так сильно хочу туда зайти и спросить, не продадут ли они мне «Сенатор». Потому что это вот нереально культовая машина. «Сенатор Б», да, именно? Да, я ничего про нее не знаю, вообще ничего. Ну, просто я вот мельком увидел ее задние огни, у меня аж прям полыхнуло. Вот прям хочется к ней подойти. Хотя она вообще не древняя, у нее хороший мотор, она может спокойно ехать там в потоке, лучше какой-то там чипырки, приоры там или чего угодно. Но люди как-то запускают их. Почему-то в головах осталось такое, что если машина старая, то на нее нужно все самое старое и самое плохое. Ну, это же не так. Это же твоя жизнь, ты себя на ней возишь. Неважно, за сколько ты ее купил. Уже сто тысяч раз говорил, я буду максимально долго держать свой «Опель». В планах продавать его нету, это бессмысленно. Это моя реализация моих мыслей, времени. Деньги ничего не значат, а вот время потраченное на вот это восстановление, что я там делал, сейчас меня сдует вообще, вообще сдует. Словам, на самом деле, да. Если ты не заработаешь, а время не вернется. Да, поэтому я, короче, все сказал. Замерз, я не могу, я на него смотрю. Скажи что-нибудь, скажи, подай признаки жизни, пожалуйста. Кастомизируйтесь. Коротко и ясно. Да, все. Вот эти золотые слова относятся к этим автомобилям, потому что действительно, ребята, когда вы эти машины поддерживаете и потом садитесь в новые, да, мне понравилась у меня мысль Александра, когда он сказал, что да, новые прикольные, там, нажимаешь, оно валит, все это, но когда садишься почему-то за руль этой машины, даже она может медленнее гораздо ехать и так далее, ну, блин, нету в новых вот этого шарма, понимаешь, нет вот этого чувства эпохи вот этой целой. Когда мне дают покататься на новых тачках, я катаюсь на них. Да, слушай, классный, я не спорю, я тоже, естественно, стану будущим обладателем новой, но, блин, когда я саджусь в Омегу, я начинаю понимать, что я по ней соскучился просто после всех новых машин, но есть у нее такая вот фишка. И я не знаю, чем это объяснить. Попробуйте, может быть, вы объясните в комментариях, как вы вот к этому относитесь. Вот после посадки с новой машины обратно в Омегу, что вы чувствуете? Наверняка некоторые из вас имеют опыт, имеют возможность покататься. Я лично сегодня доволен сходкой. Да, сходка была маленькая, коротенькая, особо там ничего не продумывалось на самом деле, потому что, ну, в такую погоду вообще невозможно что-то придумать и что-то продумать заранее. Все, друзья, мы покидаем нашу сходку. На самом деле, эту сходку организовал-то не я, это Алексей решил нас собрать. Ну, как бы я, естественно, такой чувак, я стараюсь максимально. То есть, если у меня вырывается малейшая только возможность, да, приехать, я приезжаю, естественно. Я сейчас еду, на самом деле, стараюсь о чем-то говорить, но я больше хочу, чтобы вы смотрели на красивый город вечерний, блин. Ну, Петербург того стоит, как мне кажется. Мы едем как раз в окружение омегаводов. Жалко, что ряды омегаводов вредеют, но, с другой стороны, остаются самые преданные уже в наше время. Если, как бы, вы захотите омегу и вы не хотите ее продавать, там, хотите, вы уже считаетесь преданным омегаводом, потому что в наше время это уже на вес золота, друзья. Спасибо всем тем, кто сегодня прибыл в такую погоду. Это надо быть немножко, ну, в хорошем смысле, отбитым омегаводом. Потому что у многих сразу причина будет, вот, погода не та, еще что-то не то. Да нет, друзья, погода не та, это в вашей голове. Потому что, как я говорил, я Петербург люблю и за дождь. В основном, даже, кстати говоря, за дождь я его и люблю. Мне этот город очень нравится, и все эти краски играют, все это так, атмосфера нужная создается. А любители вечного солнца, ну, они всегда ищут потом отмазку в Питере, что, ой, дождливо, ой, не пойду-ка я сегодня, ой, холодно. Я не знаю, может, завтра я нафиг с простудой слягаю, я без понятия. Но мне было весело, по крайней мере, сгоняли не зря. Омега создана для того, чтобы дарить нам вот эти минуты, вот то, что я сейчас переживаю, вот это и есть апогей. Вот многие из нас живут какими-то завтра, потом будет лучше, у меня там что-то свершится. На самом деле лучшие моменты, друзья, наступают прямо сейчас, вот в эту минуту. Многие, к сожалению, вот этих элементарных вещей не понимают в буквальном смысле, потому что многих спрашивают, ну, слушай, а как ты вот так, типа, живешь, там, а что... Ну, типа, да, и типа, я знаю, но, типа, там, потом будет лучше, потом это когда. Ну, так... Ну, так... еду домой вы знаете я сейчас понимаю что вот этой встречи честно говоря сейчас прям не хватало потому что как-то вот в ноябре ну знаете вот такой месяц как бы темный все но как-то не сильно хочется машины чем-то таким заниматься но сейчас реально мы прокатились потусили блин и как-то прям все хочется сейчас машины дальше заниматься все-таки вот эти встречи тоже очень важные друзья кто-то до живет в таких регионах где к сожалению мегаводов практически больше нет и встретиться толком не с кем есть такие ребята пишут мне в комментариях но друзья я очень надеюсь что я вам по крайней мере создаю вот эту вот энергетику и вы в принципе испытываете все то же самое все рады увидеться давай о все поехали друзья ага вот теперь сходка точно закончилась